Музыкальная страница В Венгерских народных инструментах под руководством Николая Калинина. Не так давно коллектив вернулся из поездки в Венгерскую народную республику. Концерты москвичей состоялись в Доме советской науки и техники в Будапеште, в студенческих общежитиях и молодежных лагерях. Оркестр сопровождал выступления многих известных артистов и творческих коллективов в гала-концерте советской молодежи, который состоялся в живописном уголке Будапешта на острове Маркет. Сегодня о поездке в Венгрию рассказывает делегат первого фестиваля советской и венгерской молодежи, солист Московского молодежного оркестра русских народных инструментов Владимир Ионченков. Первый фестиваль дружбы советской и венгерской молодежи, который состоялся в солнечные августовские дни в Будапеште, запомнится каждому из артистов нашего оркестра. С первых же минут пребывания в дружественной стране мы были окружены вниманием и заботой наших венгерских друзей. Венгры – народ любознательный и очень гостеприимный. Они рассказали нам о том, как готовились к фестивалю, с каким нетерпением ждали встреч с нами. Они расспрашивали нас о советской молодежи, о жизни советских людей. Первая встреча, которая произошла в нескольких стах метрах от советской венгерской границы, не могла не взволновать каждого из ее участников. Здесь, на привокзальной площади, состоялся митинг дружбы и импровизированный концерт. До самого Будапешта нашему фестивальному поезду была предоставлена «Зеленая улица». И все же в столицу Венгрии, где нас ждали тысячи встречающих, мы опоздали, потому что в пути у нас было много незапланированных встреч, отказаться от которых мы не могли. Дело в том, что когда венгерские юноши и девушки узнавали, что через их город будет приезжать советская делегация, они выходили, чтобы ее встретить. Через окна вагонов к нам тянулись руки с цветами, а на некоторых остановках, где поезд не мог остановиться, он замедлял ход. Но повсюду, на всем протяжении нашего пути было слышно по-русски и по-венгерски «Дружба, барашак! Дружба, барашак!». В Будапешт мы приехали утром, а вечером состоялся наш первый концерт в клубе студенческого общежития имени Маргаш. Зал был полон. Играли мы в основном нашу русскую народную музыку. Исполнили мы на наших национальных инструментах и знаменитый венгерский чардыш. По просьбе слушателей, несколько раз пришлось повторить пьесу Александра Цыганкова «Русская мозаика». В этом сочинении не только звучат редкие русские инструменты, такие как жилейка, береста, различные трещотки, но и применены шутливые приемы игры. Например, в самый кульминационный момент балалайка замолкала, и вместо нее звучала домра. А наш солист Валерий Головин, делая вид, что продолжает играть на балалайке, выделывал с ней шутливые трюки. Это нравилось и венграм, и неизменно вызывало аплодисменты. Будапешт нам сразу понравился. Одно из его лучших украшений – это мосты, перекинутые через широкий Дунай. Вместе с венгерскими друзьями мы гуляли по новым красивым улицам города, по его старинным улицам. Поднялись на гору Геллерд к памятнику свободы. Принесли букеты алых гвоздик к памятнику советским героям, освободившим Венгрию от фашизма. Незабываемо шествие молодежи через весь город на площадь манифестации, где был зажжен факел фестиваля. Взявшись за руки, мы шли через принарядившийся город и пели песни о дружбе. Свердловчане танцевали с ребятами из Будапешта, москвичи с молодыми жителями Костхея. Каждый день у нас были концерты, встречи с венгерскими друзьями, и часто во время встреч звучала новая песня композитора Иванова Наслава Шабанова «Бенгрия, Россия» и специально написанная к фестивалю песня другого московского композитора Льва Лисянского Наслава Шабанова «Ой, Дунай, мой Дунай». Звучала она и на вокзале в день отъезда советской делегации на родину. Тихих вод мерезу, день осенний розовый, Увезу, увезу в русский край березовый, Увезу я в Москву звездочку токайскую, Синеву, синеву, синеву дунайскую. Ой, Дунай, мой Дунай, золотые放cy Ты меня вспоминай, о тебя я помню. Ой, Дунай, мой Дунай, золотые放cy Ты меня вспоминай, о тебя я помню. От увыбок друзей и от песен к волночь Стало в мире светлей, стало в мире солнечник, И сияют чистые ленты бесконечные, И Дунай, а мосты, и мосты сердечные. Ой, Дунай, мой Дунай, золотые полки, Ты меня вспоминай, о Тебя я помню. Ой, Дунай, мой Дунай, золотые полки, Ты меня вспоминай, о Тебя я помню. Тихих вод бирюзутель осенний розовый Сердце я увезу в русский край березовый Ни к чему-то в печали молодость встречается Фестиваль, фестиваль, дружба не кончается Ой, Дунай, мой, Дунай, золотые волки Ты меня вспоминай, о тебя я помню Ой, Дунай, мой, Дунай, золотые волки Ты меня вспоминай, о тебя я помню Вы слушали программу «Москва и москвичи», подготовленную главной редакцией радиовещания для Москвы. Всего вам доброго! До новых встреч в эфире!